Смоленская молодежь участвует в экологическом путешествии на байдарках по реке Вязьме. Две недели ребята проведут на природе, разведают берега реки и посетят памятные места. Юных участников эколого-краеведческого сбора сопровождают и благословляют на добрые дела представители Смоленской епархии. Мероприятие, основными задачами которого является изучение родного края и экологическое просвещение, проводится впервые. Съемочная группа ипархиальной телестудии «Святой Меркурий» побывала в Вязьме в Свято-Троицком соборе, где все и началось. Свято-Троицкий собор строился при Алексее Михайловиче. И сегодня это один из кафедральных храмов Смоленской и Вяземской епархии. Являясь настоящим духовным центром Древней Вязьмы, собор стал и центром работы с детьми. Вот и в эти погожие майские дни здесь произошли события, выходящие за рамки обычной приходской жизни. От Богородицкой церкви, из исторического центра Вязьмы, отправилась байдарочная экспедиция по реке Вязьма. Участники эколого-туристического сбора должны были пройти по реке до экологической деревни Чепчугова с вполне конкретной целью. Узнать свой край – получше. Узнать то прекрасное место, где мы живем, выявить проблемы. И самое главное, может быть, чтобы дети наши задумались, что если ты мусоришь, то там и будет грязно. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. И экологическая деревня, и эколого-туристский сбор, совместные проекты епархии, администрации Вяземского района и православного некоммерческого партнерства «Исток». Благословляя участников сбора в путь, настоятель Свято-Троицкого собора, протоиерей Валерий Калинин пожелал ребятам соответствовать девизу водного похода – от чистоты души к чистоте природы. Нужно заниматься и своей душой, нужно заниматься и ощущать ответственность перед другими, и, самое главное, ответственность перед Богом. Каждый экипаж получил вполне конкретное экологическое задание на время путешествия, о чем юные экологи и отчитались по прибытии в лагерь, в экологическую деревню Чепчугова. Река Вязьма красивая, говорят участники водного похода, но то, что происходит с нею сегодня, не всегда радует глаз. Отходы большинства заводов, то есть слив идет в речку. Река Вязьма очень загрязнена, неприятный запах в некоторых местах был. Сбор продолжился в экологическом лагере, где с ребятами занимались преподаватели Вяземского филиала Российской международной академии туризма, специалисты Центра туризма и краеведы. В лагере летом постоянно прибывают вяземские школьники, и все, чем они занимаются, происходит при непосредственном участии священника. Тот, кто хочет, участвует в этих молитвах, участвует в богослужении. Мы проводим ежедневные беседы с детьми. Здесь есть стенды, на которых вывешиваем каждый день такую информацию о празднике или о святом дне, в котором мы живем в данный момент. В самой Вязьме произошло еще одно не совсем обычное событие. При Свято-Троицком кафедральном соборе открылся тренажерный зал. Физическое здоровье, конечно, взаимосвязано и с душевным здоровьем. Оно не может быть в разрыве большом от этого. И поэтому давно мы думали о том, чтобы в воскресных школах с детьми заниматься еще и физической активностью, физическими упражнениями. Тренажеры для зала помогли приобрести спонсоры. А заниматься с ребятами будет один из самых известных вязьмичей. Чемпион мира, абсолютный чемпион Европы и России по бодибилдингу Андрей Сорокин. Очень приятно, что есть люди у нас в городе, которые бескорыстно помогают. По мере возможности буду помогать ребятам, которые будут посещать этот тренажерный зал, чтобы они приобрели физическую форму. Первое показательное занятие в новом тренажерном зале. Теперь у юных прихожан Свято-Троицкого собора есть возможность расти не только духовно, но и физически крепкими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok